В среднем в год в Гомельской области происходит более 500 ДТП, в которых регион теряет до 70 человек. Наверняка анализировали причины. Что говорит статистика и аналитика? За каждой статистикой, за каждой цифрой, вот что вы озвучили, 500, 70, за каждой из этих цифр кроется человеческая трагедия. Или человек потерял близкого человека, либо же пострадал сам, но это трагедия. Хотя мы сейчас с вами говорим сухо статистика, но это на самом деле большая проблема, очень большая проблема. И это как для отдельных граждан, которых это касается, так и в целом для общества. И если говорить по причинам происшествия, то основная причина это, конечно, наезд на пешеходы. Наезд на пешеходы, в частности, не предоставление преимущества в движении пешеходов. Это характерно больше для, конечно же, для областного центра для города Гомеля и для крупных райцентров. Там, где, соответственно, больше улиц, больше пешеходных переходов, больше самих пешеходов. Но в плане наезд на пешеходы есть и вторая сторона медали. Это нарушение правил самими пешеходами. Потому что одно дело, когда пешеход имеет преимущество, им пользуется, пускай даже водитель ему не предоставил это первоочередное право на перечтение проезд счастья. Пешеход где-то не убедился в своей безопасности. Но вторая сторона медали, там, где пешеход абсолютно безалаберно, абсолютно безответственно относится к себе, к своей жизни. Также не следует забывать про такие причины, как, конечно же, превышение скоростного режима, такие как проезд перекрестков, нарушение правил маневрирования, которые приводят тоже к травмированию гибели людей, выезд на полосустречного движения, нарушение правил обгона. И, конечно, нельзя здесь не затронуть проблему это управление в нетрезвом виде и управление без прав, точнее, не имея права управления. По нетрезвым водителям за рулем в среднем в год фиксируется в Гомельской области около трех тысяч фактов. И это всего лишь те, которые зафиксированы? Конечно, потому что есть такое высказывание в кавычках, да, не пойман не вор. Поэтому это вот эти вот три тысячи фактов, это мы говорим про тех, которых сотрудники ГАИ пресекли, факты управления. Сколько фактов тех, которые еще проехали, оставшись незамеченными. И хорошо, если эти водители все-таки доехали до своего конечного пункта назначения, если они не остались где-то по пути. А ведь сколько, видишь, ряд происшествий происходит по вине нетрезвых водителей, как связано с наездом пешехода, столкновения, где страдают не только сами водители, другие неповинные участники дорожного движения. Яркий пример тому, давайте далеко не будем ходить. Начало этого года, январь месяц, так, когда у нас происходит дорожно-трассное происшествие на улице Ильича, где водитель в нетрезвом состоянии. Не выполнил требования сигнал светофора, не выполнил требования ступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе, так, совершает наезд на пешехода, пешеход, а получен травм, скончался на месте происшествия. Превышение скоростного режима. Вы уже достаточно много об этом говорили и все-таки наверняка анализировали. Почему для многих это остается нормой? Торопился? Превысил? Привык? Превысил? И снова ведь за этим жизни, но об этом не думается как-то? У нас со временем и темп жизни меняется. Люди начинают стараться меньше тратить времени на дорогу. При этом они не ставят правильные приоритеты. Они пытаются выиграть на своем маршруте движения две минуты, которые потом эти две минуты проведут, сидя в телефоне, в гаджетах каких-то. Яркий пример в тему. Достаточно опасная советская. Значительная часть дорожно-транспортных происшествий в Гомеле происходит именно здесь. Какие меры уже предприняты? Среди них снижение скоростного режима до 50. Вроде бы незначительно, но насколько эффективно. И как будет меняться инфраструктура советской для того, чтобы она все-таки была более безопасной? Знаете, яркий пример дорожно-транспортного происшествия, вот если мы с вами говорили по превышению скорости, это как раз таки был на улице Советской. Где молодой водитель на БМВ, пренебрегая всеми мерами безопасности с превышением скорости, не справился с управлением, выход за пределы проезжей части, совершил наезд на столб, а также на пешеходов. В результате чего погиб сам. И погиб еще один неповинный пешеход. А также одному пешеходу достаточно серьезное телесное повреждение причинено. И улица Советская, как вы озвучили, она является аварийной на территории города Гомеля. Самой аварийной. Для того, чтобы снизить эту аварийность, были предприняты меры по снижению ограничения максимальной скорости движения до 50 км в час. Казалось бы, всего на 10 км в час. Но это действительно значительная мера? Но, во-первых, это психологический повод. Повод водителю задуматься, почему именно на улице Советской есть снижение скорости на всей до 50 км в час. Это значит о чем? Это значит о том, что действительно улица аварийно опасна. Это первый психологический момент. Второй момент. Улица Советская, она содержит переченье со светофорным регулированием. Все эти светофоры, они запитаны в одну систему. И на улице Советской работает так называемая зеленая волна. И водитель, который двигается со скоростью 50 км в час, он может без препятствий, без остановок проехать всю улицу Советскую. При этом идет экономия как материального составляющего, это топливо, так и выбросов, соответственно, транспортного средства, так и сокращение опасности для движения. И в целом идет урегулирование и минимизация рисков совершения дорожных трассных происшествий. Это первый этап. В дальнейшем будут также рассматриваться другие варианты модернизации улицы Советской, для того, чтобы максимально привести к безопасному состоянию. Что это будет? Это, конечно, будет тщательно просчитано, просчитано и только после изучения всесторонних эти изменения будут вноситься. Делается действительно в городе и области для этого немало, но все-таки как многое зависит от каждого из нас. И водителя, и пешехода. Спасибо за это интервью. Сергей Сергеевич, успехов в делах. И до встречи в эфире.